Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи «Обзор рынков аналитики FreshForex». И с нами сегодня аналитик компании FreshForex Александр Горячев. Александр, приветствуем вас! Добрый день, коллеги! Рад вас всех видеть на нашем обзоре рынка. Сегодня у нас в центре внимания заседание ЕЦБ. Также начался Петербургский международный экономический форум. Соответственно, там тоже у нас будет много всяких разных новостей, комментариев. И, соответственно, сегодня, я думаю, у нас будут хорошие движения. Начнем мы с ЕЦБ. С основного, по сути дела, события для рынка Форекс. Что у нас здесь получается? Мы вчера говорили о том, что ждем небольшого роста евро, чтобы закрыться. Поскольку у евро есть проблемы. И проблемы действительно вчера вечером они были. Евро вот так вот скатилось вниз. Что у нас сегодня? Значит, сегодня ЕЦБ решение по ставке. ЕЦБ нам говорил, что до конца года ставку менять не будет. И если посмотреть на инфляцию, при динамике которой ЕЦБ может повысить ставку, если инфляция растет, то инфляция падает. Значит, действительно, до конца года ставка понижена не будет. Значит, этот вопрос, он неинтересный. Что же интересно? Интересное заявление, комментарии Марио Драги. Сегодня будет пресс-конференция. И здесь нам интересно, как же Драги отреагирует на замедление инфляции. То есть инфляция падает. Причем падают у показателя и базовая, так называемый Core PCI, в которой в себя не учитывают цены на энергоносители, на продукты питания. И в целом инфляция CPI падает. То есть падает все. И, соответственно, центральный банк, как основа основ, должен что-то заявить. Поэтому сегодня, я думаю, что это будет заявлено. Что может заявить ЕЦБ? Скорее всего, ЕЦБ скажет, что сейчас пока ничего делать он не будет. В ближайший месяц, два, три. Но он готов рассмотреть любые инструменты, в том числе и вопросы снижения ставок, вопросы так называемого QE, количественного смягчения. И, соответственно, будут такие вот разговоры. Конечно, этого может ничего не быть в будущем. То есть никакого QE может не быть. Но рынок живет ожиданиями, слухами. Поэтому ожидания такие будут сформированы, что вдруг все-таки ЕЦБ придется действовать так же, как, допустим, банк в Австралии, который ставки снижает, банк в Новой Зеландии, который ставки снижает, и ряд других банков, которые тоже снижают ставки, в том числе и вот ФРС ждут снижения уже в следующем месяце, 31 июля. Поэтому если сам ФРС снижает, то ЕЦБ тоже может пройти. Соответственно, здесь для евро сигнал плохой. Что мы в этом случае с вами можем здесь сделать? На мой взгляд, надо искать позицию для продажи, где можно продавать евро, на мой взгляд, вот от этого уровня, 12.76. Хорошая точка, чтобы открыть позицию сейл. То есть ставим сюда мы с вами сейл-лимит. Почему евро может сюда подрасти? Ну, сейчас у нас, в принципе, наблюдается неплохое такое снижение в целом по американскому доллару. Многие валюты к доллару сейчас дорожают. Плюс, если посмотрим на график золота, то золото вчера тоже скатилось вниз вечером. Но при этом опять сейчас пытается подрасти. Поэтому здесь тоже для евро хорошо, соответственно, вот ждем сюда роста. Здесь мы продаем. Я бы сейчас не покупал, а именно просто разместил сейл-лимит. Потому что покупать сейчас опасно. Мы можем и не дойти до этого уровня, а свалиться здесь. Прямо вот сейчас по 12.40 мы можем упасть на нижнюю границу. Боллинджера 1.1.99. И, соответственно, наши покупки, они будут неудачными. Ну и продавать прямо сейчас тоже не совсем выгодно с технической точки зрения. А вот с отметки 12.76 прямо хороший момент для продаж. То есть и техника, и фундамент хорошие дают сигнал на продажу от этого уровня 12.76. И значит, и профит 1.1.99. Нижняя граница Боллинджера. Что касается золота, то мы вчера говорили, что золото вечером надо продавать в американскую сессию. Золото вышло за Боллинджера, золото скатилось вниз. И сейчас, я думаю, будет та же самая пример динамика. Золото еще подрастет, и вечером оно упадет. И вот здесь в идеале идеальный будет хороший сигнал, если мы посмотрим на 4-х часовки. При обновлении вчерашнего максимума на отметке 1344.07 мы получим дивергенцию. Вот здесь вот дивергенция по RCI в области перекупленности. Это будет очень хороший сигнал на 4-х часовом графике, чтобы также золото продать. Соответственно, размещаем бай-лимит на вчерашнем максимуме и чуть выше, то есть на отметке 1344.07. И цель, вот здесь вот средняя граница Боллинджера, это 1325.73. То есть в области вчерашнего максимума интересно продать золото и ждать его снижения. И шансы высокие, как раз, что сейчас немножко порастем и потом развернемся. Соотношение золота-серебро показывает на то, что золото может хорошо упасть. И как раз на это я вот и ориентируюсь. S&P 500 достиг нашей цели, которая находится на средней границе Боллинджера, на, значит, дневном графике. Я думаю, что еще немножко подрастем. Есть для этого, в принципе, хороший такой задел. И у нас вот здесь вот есть область, которая была сделана максимумом 24 мая, 27-28 мая. Вот здесь проторгован уровень 2840. Вот я думаю, мы туда сегодня и пойдем. Поэтому S&P тоже покупаем с целью 2840. Когда ЕЦБ или любой другой центр банк говорит о стимулировании, любой другой крупный банк, как ФРС, там, как Банк Англии, как ЕЦБ, Банк Японии, то для индексов это хорошо, для S&P это хорошо, и для DAX 30 это хорошо. Тем более, что DAX 30 сегодня, я думаю, хорошо подрастет, потому что ЕЦБ будет говорить о стимулировании. ЕЦБ – это банк европейский, Германия – это европейская держава. Соответственно, европейские индексы сегодня покажут больше рост, чем, например, любые другие американские и так далее. Хотя подрастут сегодня, я думаю, все. Но европейские индексы больше из-за заседания ЕЦБ. Поэтому здесь можно увидеть экстремум 27 мая 12119 максимум. И вот эта цель на сегодня по данному индексу. Я думаю, завтра мы тоже еще подрастем по DAX. Поэтому DAX покупаем на текущих уровнях. Первая цель – 12119, вторая цель – это следующий уровень сопротивления 12245. Но вторая цель – это, скорее всего, на завтра. Хотя, может быть, сегодня, может быть, резкий рост будет. Такого исключать тоже нельзя. Поэтому держим две цели, ждем движения вот именно ко второй. И, может быть, сегодня мы его увидим. Либо это будет завтра. А вот внутри дня прям высокая вероятность именно получить движение к 12119. Что у нас на российских активах, что на российском рынке интересного? Мы говорили на этой неделе об основной идее Сбербанка, что у нас были огромные объемы в «Газпроме». Посмотрим на него. Вот здесь, вот 3 июня, исторические объемы за всю историю торгов «Газпромом» в России. Соответственно, «Газпром» скатился вниз, сейчас «Боковик». То есть мы не видим падения по «Газпрому», посмотрите. Вот вчера как раз я об этом и говорил, что можно, с одной стороны, вроде было бы шортить бы «Газпрома», если бы люди на форумах не писали, что они шортят «Газпром». Потому что вот эти люди, они шортят «Газпрома» уже целый месяц. Они получили не один маржин колл, но их это не останавливает, они продолжают шортить. Поэтому не нужно стоять с этими людьми в одну сторону. Раз эти люди ошибались несколько раз, то они ошибутся и сейчас, скорее всего. И мы видим, что «Газпром» не падает, хотя его шортят. И мы в целом видим вообще интерес к российским активам. И стала такая вот парадигма теперь пропагандироваться, что если раньше нас пугали санкциями, то теперь нас, скажем так, радуют тем, что санкций не будет. Потому что торговые войны, Брекзиты, Шмекзиты, Италия. Италия все там призывает всех отказаться от евро и сделать новую валюту уже несколько лет. Плюс Греция может взорваться, ну взорваться в кавычках, потому что там были проблемы пять лет назад с госдолгом. Вроде на время пламя погасили, но ничего особо не изменилось сильно, поэтому тоже может оттуда что-нибудь такое негативное прийти. Поэтому вроде как, если ввести санкции против России, это вообще будет коллапс уже, кризис настоящий. Дональд, Трамп, он все-таки наш, Трамп наш, как нам говорят. Как и Крым наш. И зачем Трампу нашему такие санкции вводить. И тем более у него выборы в следующем году, в ноябре, ему кризисы не нужны. Поэтому мы видим, что в целом есть очень большой интерес к развивающимся рынкам. Не только Россия растет, Турция растет, где ВВП отрицательный темп просто показывает. То есть в Турции официальные рецессии, как нам говорят. Но при этом рынок растет в последнюю неделю-полторы. Вроде бы как-то парадоксально. Но ничего парадоксального нет. Когда у нас рынки, как у нас двигаются, они начинают разворачиваться месяцев за 6-9 до окончания кризиса. Они уже растут. Вроде кризис идет, а рынки растут. И вроде как-то нелогично. И в то же время, когда вроде все хорошо, рынки раз начинают падать. И тоже месяцев за 6-9. И потом кризис начинается. Поэтому рынки работают на опережение. И вот турецкий рынок растет. Это значит, что есть такие ожидания, что кризис скоро завершится. Бразилия растет, Индия растет, Россия растет. Поэтому Газпром шахтить не надо. Но и покупать сейчас тоже не надо. Не потому, что уровни там высокие. Уровни невысокие. Высокие уровни там это 500, 600, 700. А 230 это невысокий уровень. Это нормальный уровень. И здесь, я думаю, дело не в том, что там мы сильно выросли. А дело в том, что сейчас основная идея в Сбербанке. Почему? Потому что здесь все время поджимает немножко. Мы уже начали рассматривать на этой неделе эту идею Сбербанка. В том плане, что 10 июня, понедельник, последний день, когда можно получить дивиденды. А дивиденды, в принципе, хорошие. И даже при текущей цене дивиденды хорошие. Если, например, там брать не по текущей цене, а вот в мае, когда мы падали 225, то там дивидендная доходность выше, чем вклад в Сбербанке. Депозит в Сбербанке годовой. Раньше, как вот было, я всегда помню, например, там депозит в Сбербанке 5-6 годовых, дивиденд в Сбербанке 2-2,5 годовых. То есть два раза ниже. А в мае мы видели, когда дивидендная доходность, она была выше, чем депозит. Но и сейчас она на уровне депозита. Поэтому ставка высокая. Соответственно, сейчас бумагу будут разгонять вверх. Сегодня, завтра, понедельник. Тем более, что ЕЦБ заявит о стимулировании. Это тоже хорошо для всех рынков и для Сбербанка в том числе. А мы видим приток в облигации. Очень большой вчера Минфин облигации продавал. Спрос высокий. Два выпуска облигаций вчера разместили. И общий спрос был больше 150 миллиардов. Это все как раз вот это воедино складывается, скажем так. Поэтому что здесь мы можем увидеть? Мы говорили вчера о том, что у нас эта идея Сбербанка не внутри дня. Нужно ее торговать именно 10-го включительно. То есть брать на несколько дней. Скальпировать, на мой взгляд, здесь не надо. Потому что зачем лишнюю суету делать? Скальпингом каким-то заниматься. Там какие-то маленькие движения ловить, на нервах сидеть. Просто открыть и все. И рост идет. И нормально в росте. Вот мы видим начало недели-понедельника. 230, сейчас 244. Я думаю, что половина скальперов, которые скальпили Сбербанк за эти 4 дня, они уже половину денег лишились. Они вот покупали, продавали, продавали, покупали. У них были плюсы, минусы, плюсы, минусы. А сейчас половина людей, я думаю, без денег уже сидит. Потому что, скорее всего, на таком росте они шортили, опять же. У нас же любят шортить все, что растет. Как «Газпром» шортили, так и здесь. Поэтому, получается, можно так вот суетиться, скальпировать и деньги потерять. А можно просто открыть позицию на покупку, ждать понедельник включительно. И понедельник вечером закрыться. У нас сессия закрывается 18.39. И здесь где-нибудь, ну, 18 часов, 18.20, 18.30 закрыться. Потому что во вторник будет ГЭП на размер дивидендов. А дивиденды 16 рублей. То есть плюс, минус, может быть, меньше 16, там 14, 15, может быть, 18, 19. Это вот такой ГЭП. Поэтому ждем и наблюдаем за ростом. Какие здесь могут быть цели? Ну, первая цель – это 247.20, это максимум 11 апреля. Это максимум этого года. Вот, привилегированные акции вчера максимум года уже обновили. Сбербанк приехал. Мы здесь говорим про обычку, про обыкновенные. Обыкновенные, соответственно, тоже, по идее, должны обновить. Потому что они ходят друг за другом синхронно практически, там, за крайне-крайне редким исключением. Поэтому вот это первая цель – просто обновить максимум этого года. Вторая цель – это треугольник на недельках. Треугольник на недельках – цель 254. Дальше, что у нас может быть? Здесь вот две такие цели. Что может быть еще? Какой вариант? Допустим, если здесь может быть повторение истории, как с Газпрому. Только мы, к сожалению, не знаем, где находятся вот эти маржин-колы. Они вот здесь вот находились, когда Газпром рванул 14 мая. Они вот здесь вот находились, когда Газпром рванул на этой неделе. То есть, это все маржин-колы. Причем вот здесь, когда Газпром так рванул, это, видимо, как вот я просто общался со знакомыми, которые работают в брокерских фирмах уже на акциях. И вроде так слухи ходят, что какой-то крупный фонд, такой вот, кто стоял в большую такую спекулятивную позицию на шорт, на Газпром, как раз после вот этого роста, который вот здесь прошел. То есть, вот здесь вот вроде вынесли небольшие такие шорты маржин-колы, а вот здесь уже был огромный маржин-кол. Как такие слухи ходят на рынке. То есть, какой-то фонд попал просто. Он много денег потерял, огромное количество денег. В Сбербанке тоже же много шортистов. Кто не шортил в Сбербанке в последний год, наверное, только какой-нибудь сумасшедший наподобие, как меня. Я вот, наоборот, покупал, последний год докупался. Ну, наверное, таких сумасшедших мало, в основном же все шортили. Поэтому, естественно, брокеры видят, где эти шорты, соответственно, может быть, и совместно с какими-нибудь фондами пытаются разыграть эти шорты и на маржин-колы также свозить. Поэтому я не исключаю такого варианта, что после 254-255 мы можем взлететь на 270 куда-нибудь. Так же быстро, так же резко. Либо второй вариант, либо мы просто где-нибудь дойдем 250-255. Потом дивидендный Г благополучно куда-нибудь там на 235, условно 240. Потом постоим, постоим немножко и будем его закрывать. Потом пойдем вверх, и вот уже где-то июль-агуст мы куда-нибудь подрастем на 260-265, и вот эти маржин-колы сработают. У меня пока вот две такие, скажем, гипотезы. Ну это просто мое мнение, я не знаю, я так вот криво рассчитал, исходя из прошлых вот таких резких движений по там Газпрому, Новотеку, по Сбербанку. Взял статистику за последние там 10 лет и так вот в процентном выражении посчитал. Но это, конечно, кривой подсчет, я не претендую на такой уникальный результат. Но у меня получилось два варианта. Либо первая, это вот 255 отметка, после которого рынок взлетит на маржин-колах. Вторая отметка как раз 267. Вот две эти отметки, где рынок может взлететь дальше вверх. Резко подняться вверх, поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы это было поближе. И, например, 254, там 255, и тогда мы резко взлетаем. Соответственно, берем хороший профит, закрываемся в понедельник вечером. И после дивидендного гэпа опять открываемся, ждем продолжения тренда. Но я не знаю, правильно это подсчет или нет. Я здесь так вот коряво, скажем так, посчитал. Ну, посмотрим, может быть, и будет. Я вот просто сравнил движения на разных инструментах, таких ликвидных, так называемые голубые фишки. Посмотрел, где у нас было ускорение, сколько прошли мы от минимума. Потому что нас, как обычно, надо от минимума считать, если мы говорим о маржин-колах движения вверх. Либо от максимума, если маржин-колы вниз. Вот я все это так перенес. На текущей котировке получилось вот два таких уровня. Не знаю. Может быть, правильно будет, может быть, неправильно. Но посмотрим. По крайней мере, вот две цели у нас есть. Поэтому лучше их позиции эти держать. Здесь основные, я думаю, идеи. Сейчас, я думаю, объемы у нас... Вот у нас были объемы в Газпроме, там, в Новотех. Я думаю, сейчас основные объемы как раз в Сбербанке. Будут дивидендная такая история. То есть сегодня, завтра и в понедельник основная игра в Сбербанке. Поэтому покупаем, зарабатываем на этом. И в понедельник вечером мы закрываемся. Уважаемые коллеги, готов ответить на все ваши вопросы. Игорь, передаю вам слово. Спасибо большое, Александр, за ваш обзор и за ваш оптимизм. Пожалуйста, коллеги, ваши вопросы. У меня вопрос по практике торговли. Александр, мы сегодня обсуждали с утра тему нового закона квалифицированных инвесторов в России. В первом шпиде он принят. Я ссылочку в чате даю, если кто не видел. И вот бросилась, естественно, поскольку мы с вами на рынке Форекс, сразу бросилась в глаза фраза о том, что особенно жестко законопроект о квалинвесторах может отразиться на рынке Форекс, на котором смогут торговать только квалифицированные инвесторы, владеющие активами на сумму не менее 10 миллионов рублей. В России на лицензированных брокерах можно будет торговать только если у тебя есть 10 миллионов рублей. Вот как вам такой порог входа в рынок Форекс для физических лиц? Что думаете об этом? Игорь, спасибо. Вопрос действительно очень интересный. Он давно обсуждается, уже на моей памяти активно так обсуждается этот закон о Форексе 2014 года. Потом его приняли, все разочаровались. Сначала были очарованы тем, что его примут, потом все стали разочарованы, как обычно, что приняли, но вроде жесткий. И лично мое мнение, допустим, как вот непосредственно участника, да, как человек, который торгует, допустим, не как человек, который работает в индустрии, а просто как человек, который торгует. Конечно, здесь это огромный объем, который здесь мало кому под силу, такой денежный счет иметь в наличии. Просто, наверное, надо ориентироваться на какие-то такие, ну, скажем так, адекватные рамки. Допустим, нам Росстат говорит, что у нас в России средняя зарплата по стране там 46-47 тысяч рублей. Ну, соответственно, если вы хотите, допустим, я имею в виду не вы лично, Игорь, а, например, Центробанк. Если Центробанк хочет, допустим, ограничить там людей, чтобы это все дело не превращалось там в какое-то казино, по мне, Центробанк выиграли автоматы, чтобы там люди не торговали 500 рублей, 1000, ну, вот сделайте тогда такое ограничение, одна заработная плата средняя по России. Ну, округлим до 50. Вот, от 50 тысяч счет, пожалуйста, если человек хочет просто поиграться, он не будет заносить 50 тысяч, все-таки это большие деньги. Даже, например, для многих жителей Москвы это, в принципе, хорошая сумма, а для регионов это вообще огромные деньги. Где там, это у нас же средняя по России зарплата с учетом Москвы, где высокие заработки. А если в регионах, где заработки там, у меня много знакомых, в регионах там получают реально вот минималку. Есть там 11, там 300, минус подоходный. То есть остается там 9800, например, получает муж, жена, у них двое детей. И вот представьте, 20 тысяч, они там на огороде целыми днями занимаются, у них даже нет мысли там торговать на Форексе просто. У них бытовуха, у них огороды, у них там долги, они перезанимают. То есть 20 тысяч жить в четвером. Соответственно, эти люди, у них нет возможности 50 тысяч принести и поиграть. Таких людей в России, таких семей много. Поэтому, сделав такую рамку, или, например, ну, две, допустим, там, зарплаты средние, если, по мнению Астробанка, что она мало, 100 тысяч, это такой порог еще больше от всех людей. Но я даже думаю, 50 хватит. Соответственно, люди, которые, например, хотят поспекулировать, готовы там удалить этому время, то они, пожалуйста, они также принесли свои 50 тысяч рублей и спекулируют. Этого вполне достаточно. А такие вот там разговоры, то 400 тысяч, там, у меня же вот на рынке акций, они хотят запретить покупать там, по их мнению, третий эшелон, если у вас нет 400 тысяч рублей в счете. Но, опять же, третий эшелон, по их мнению, это там не ликвид и так далее, и тому подобное. Но в третьем эшелоне, да, есть много там плохих, так скажем, акций. Но есть много и хороших акций. Как вот недавно там всех порадовал Нижнекам Тихим своими огромными дивидендами, почти 20 годовых. Это как раз компания третьего эшелона. Компания хорошая, занимается производством каучука, покрышек, котелена. То есть по каучуку они в тройку мировой входят. Ну разве эта компания такая недоделанная, скажем так? Разве третий эшелон? То есть она просто не считает нужным, чтобы у нее были там акции в первом эшелоне. Она вот работает, у нее акции котируются, ее все устраивает. Но сама она компания там ходит в десятку нефтехимических предприятий мира, не только Европы, а мира вообще. Получается огромная компания, хорошая, качественная, работающая в прибыль. И вот если посмотреть долгосрочный график, там за последние 10-12, там просто колоссальный рост. Там 40 раз почти акции выросли с учетом дивидендов. Соответственно, люди могли получить, даже, например, условно работники этого же завода в Нижнекамске, могли бы себе на премию купить этих акций и получать долг доход. Дивиденды, курсовые, но им говорят, нельзя, 400 тысяч. А если у вас зарплата маленькая, где вам это взять? То есть, ну это, конечно, получается, что тем самым, на мой взгляд, Центробанк больше даст возможности иностранным участникам работать. Ведь таких ограничений жестких нет, а, соответственно, они будут работать, и клиенты из России будут уходить туда. Вместо того, чтобы клиенты были в России, торговали, платили налоги в бюджет, все было бы нормально. Поэтому, конечно, это плохие меры, такие жесткие ограничения. Конечно, конечно. Например, Goldman Sachs установил порог входа в торговлю валютой 1 доллар, а мы 10 миллионов рублей, что 153 тысячи долларов. Это приятно чувствовать, что мы в 153 тысячи раз круче Goldman Sachs, но здравый смысл-то тоже должен быть, абсолютно с вами согласен. Спасибо большое, Александр, вам за ваш обзор и комментарии по рыночной тематике, которая, конечно, для всех актуальна. А также, друзья, обращаю ваше внимание, что это была пятиминутка рекламы «Нефтекамск-нефтехима», что действительно, абсолютно соответствует действительности. Это прекрасная компания. Спасибо вам большое, Александр. Удачного дня, хорошего настроения. Спасибо, Игорь, спасибо, уважаемые коллеги. Всех благодарю за внимание. Желаю сегодня всем успехов в торговле. Желаю всем сегодня хороших заработков на заседании ЕЦБ. И завтра буду рад вас видеть на нашем обзоре рынка. До свидания. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»